С рынка вымели весь ликвид, говорят эксперты рынка недвижимости Барнаула. В связи с отменой с июля массовой льготной ипотеки, ажиотаж на жилье в новостройках наблюдался всю весну, но особенно в мае-июне. Цены на маленькие студии однокомнатные выросли до 5-6 миллионов рублей, а то и выше. И на каждый вариант были десятки желающих приобрести его. Пусть не в Барнауле, в Новосибирске, Питере или хотя бы даже в Туле. Главное успеть получить кредит под 8% годовых. Традиционно русские люди любят запрыгнуть в последний вагон. В Барнауле на текущий момент наблюдается дефицит предложения на рынке новостроек, как это ни странно звучит. Льготную ипотеку на новостройки запустили весной 2020-го, как антикризисную меру на фоне пандемии. Эксперты констатируют, застройщиков она, конечно, поддержала, да и покупателям пришлась по нраву, но обернулась небывалым разрывом между стоимостью новостроек и жилья на вторичном рынке. И сегодняшнее сворачивание массовой программы специалисты одобряют. Многие попытались воспользоваться этой ипотекой. Естественно, высокий спрос рождает рост цены. Такой спекулятивный момент, но мы в рынке и, к сожалению или к счастью, мы с этим ничего не можем сделать. Однозначно это благо, потому что видим, что рынок перегрет. Вот по итогам четырех месяцев этого года ЦБ выпустил релиз, в котором сказано, что диспаритет цен вторичного метра и первичного стоимость достиг максимальной диспропорции в 55%. То есть квадратный метр в новостройке на 55% стоит дороже, чем на вторичном рынке. Естественно, это все вызвано как раз последствиями льготной ипотеки. Без искусственной поддержки спроса, говорят риэлторы, продажи на первичном рынке снизятся. Покупать аномально дорогие квартиры, а средняя стоимость квадрата в Барнауле доходит до 150 тысяч рублей, в рыночную ипотеку, ставку предрекают в 20%, люди не смогут. Снижение продаж начнет давить на цены, но так как спрос в Барнауле в разы превышает предложение, большого падения цен на жилье не предвидят. Хотя вот сегодня уже механизмы заметны, которые, на мой взгляд, могут, может быть, к какому-то небольшому снижению цен на жилье привести, особенно на вторичном рынке. Но какого-то существенного снижения я бы не ожидал. Все участники рынка недвижимости ожидают новых условий и предложений по жилью в новостройках. Очевидно, говорят эксперты, что льготный процент сохранят для отдельных категорий граждан, семей с детьми, участников СВО. В то же время для массовых продаж, возможно, идти на уступки придется застройщикам. Как вариант, предлагать скидки, субсидировать часть ставки. В любом случае, уверены риэлторы, спрос будет поддерживаться, чтобы рынок не схлопнулся. Елена Макаренко, Алексей Фризин. День с толком.